В эфире новости Дагестан, в студии Зуфра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы вам расскажем в этом выпуске. Рискуя собственной жизнью, он бросился на помощь. Школьник из Дагестана будет награжден медалью Совета Федерации. Долгожданное тепло. В Дагестане продолжается реализация социальной программы по дагазификации. О том, где и как ведутся работы, смотрите в выпуске. Готовь сани летом, а пляж зимой. В Махачкале проводится комплекс мероприятий по благоустройству прибрежной территории. Школьник из Дагестана будет награжден медалью Совета Федерации. Самоотверженный поступок старшеклассника Ахмеда Анбарбегова, спаршего две детские жизни, не остался без внимания. Парень отмечен наградой МЧС России за спасение погибающих на водах. История произошла в сентябре прошлого года в селе Тадмагитель Ахвахского района. Выпавшие обильные осадки вызвали бурный поток реки Изанинка. Проходивший мимо Ахмед услышал крики о помощи, следуя зову. Старшеклассник заметил, что грязевой поток уносит двоих детей. Рискуя своей жизнью, школьник бросился в реку и спас мальчишек. Рука была темная, бурная, ничего не было видно. Я еле, как взял, первого сначала, вытащил, поставил на берег, там уже женщины были. Уже пошел за вторым, второго тоже вытащил. Ну, я думаю, что это прежде чем моя заслуга, это заслуга моих учителей, моих родителей. Ведь именно в школе появляется основа гуманизма. Все человеческое, что у нас это зависит от учителей, от родителей, от того успеха, которое мы получили. И нужно поблагодарить сначала их. Я также рад, что мы спасти этих молодых ребят. Вернув, жизнь только начинается. Я говорю, что я смогу помочь, смог построить во благо общества. Он совершил такой геройский поступок, спас наших тонущих детей. Я хочу от всего сердца поблагодарить его. Хочу пожелать ему всего самого хорошего. И пусть у него все будет хорошо в жизни. В Дагестане продолжается реализация социальной программы по догодификации. По ней в населенных пунктах, где проложены сети, трубы к границам участков подводят бесплатно. Выполнение заявок находится на постоянном контроле руководства газовых компаний. В одном из населенных пунктов, где проходят работы, побывала и моя коллега Патьмат Ханапова. Ей слово. Газовая труба в поселке Белиджи появилась давно. А вот само голубое топливо до многих доходит только сейчас. Людям не хватало денег, чтобы подключить свои дома. Тут на помощь и пришла программа социальной газификации. Тарламбек Узбеков подал заявку в августе. Уже к концу октября все работы по прокладке сети протяженностью 153 метра завершились. Долгие годы семья с пожилой бабушкой, ребенком-инвалидом были вынуждены отапливать жилье радиаторами. Очень хорошие ребята. Они увидели, что мне холодно. Они так быстро делают. Я очень рада. Уже зима наступает. Что делать не знаю. То есть у вас в этом году будет? Да, да. В этом году у нас будет праздник. Квечон сахой. Спасибо вам огромное, что обратили внимание на нашу проблему и подвели газ. Не расстраивайтесь. Не расстраивайтесь. Сахуй. Да, Аллах вам здоровья. А семья Абасовых долгое время не могла переехать жить в свой новый дом. Холодно и неуютно. Они тоже стали участниками программы и теперь с нетерпением ждут завершения работ. Дом завершенный, да. Дом завершенный. Ну, осталось только газопровод. И все. Там электричество все есть. Все везде. Ну, в общем, там все зашкатурено, зашпаклевано. Еще не переехали. Просто там холодно. Мы не можем никак переехать. Это было бы хорошо. Вот спасибо ребятам, что они вот так днем, можно сказать, допоздна работают. Вот молодцы. Скажите, пожалуйста, если бы не эта программа, вы бы осилили ее построить сами? Мы бы не осилили, да. Это точно мы бы не осилили. Суть программы в том, что в местности, где есть магистраль, провод до участка доведут за счет оператора. Заветная газовая труба добралась уже до около 900 объектов. В рамках реализации данной программы управлением газификации «Газпром газораспределения Дагестан» созданы специализированные монтажные бригады с оснащенной специальной техникой для строительства газопроводных линий. Участники программы теперь с гордостью показывают свои газовые счетчики. Говорят, экономия на всем. Баллоны теперь просто кусок ненужного металла, а про масляные радиаторы можно и забыть. Патимат Ханапова, Мурат Бихбарзов, Новости ННТ, Дербенский район. Завершается благоустройство еще одного общественного пространства в Махачкале – сквера возле центральной Джума-мечети. Работы проводятся в рамках реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды. Объект вошел в проект по результатам рейтингового голосования среди махачкалинцев. Здесь увеличены зеленые зоны, установленное новое освещение, парковые скамейки, асфальтное покрытие и тротуарная плитка. Своё мнение по результатам работ в новом сквере выразили горожане и прихожане Джума-мечети. Для прихожан еще одно место, для тех, кто ждут намаза, для тех, кто где-то встречается после Джума-намаза, особенно много людей, когда встречаются. Это очень приятно, удобно. И, конечно, спасибо тем, кто приложил к этому руку, чтобы мы это сохранили, чтобы мы это содержали в чистоте. Главное сейчас – его сберечь. Очень приятно стало. Место стало отдыха, для отдыха. Ну, как говорится, есть где сейчас моим соседям отдохнуть. Начинать с меня. Я сам лично принимал участие в голосовании облагораживании этой территории. Очень рад, что за короткий срок провели хорошую работу и уже мы видим результат. Городской пляж Махачкалы также преображается. Сейчас проводится комплекс мероприятий по благоустройству прибрежной территории. На данном этапе проводится обшивка стены декоративными материалами и меняется плиточное покрытие на дорожках. Вскоре будут установлены объекты уличного освещения, а также малые архитектурные формы. При утверждении проекта администрации города были учтены пожелания жителей. По их просьбе предусмотрены душевые кабинки и комнаты для намаза. Также планируется замена объектов пляжной инфраструктуры, которая будет выполнена в едином архитектурно-конструктивном решении. Работы планируется завершить до конца этого года. На территории городского пляжа проводится комплекс мероприятий по благоустройству прибрежной территории. Именно городской пляж стал одной из семи локаций, которая была определена махачкалинцами в рамках рейтингового голосования по выбору общественной территории для благоустройства на текущий год. По федеральной программе формирования комфортной городской среды. Тем временем в Махачкале продолжаются учения МЧС по ликвидации аварий на территории городских промышленных предприятий. В ходе мероприятий проверяют взаимодействие профильных служб администрации с представителями чрезвычайных подразделений столицы. Вместе с тем специалисты отрабатывают на объектах порядок действий при техногенной катастрофе. В частности спасатели провели экстренное развертывание палаточных сооружений, постов радиационного наблюдения, санитарных кабинетов и пунктов выдачи средств индивидуальной защиты. И о спорте. Учитесь, тренируйтесь и у вас будет результат. Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев встретился со спортсменами с ограниченными возможностями из клуба «Скала». Участниками мероприятия стали около 200 человек. Это спортсмены-параолимпийцы и их родители. Беседа прошла в формате «Вопрос-ответ». Лучший легковес планеты рассказал о своем спортивном пути, о том, с какими трудностями приходилось сталкиваться в начале карьеры. Ислам Махачев на личном примере доказал, что имея цель и твердое желание, можно достичь самых больших побед. Чемпион UFC поделился с молодежью своими советами и подчеркнул, что такие встречи надо проводить как можно чаще. Встреча завершилась выставочным матчем. Спортсмены из клуба «Скала» показали гостям свои навыки игры в баскетбол. Сегодня встреча особенная. Я не мог не уделить время таким детям. Если даже я каплю радости им принес, это и для меня радость, потому что эти люди немного ограниченными возможностями. Таких детей, таких людей надо радовать. Мы должны с детьми общаться, давать им какие-то правильные наставления, показывать им правильный путь, что и мы стараемся делать. Мероприятие проводится с целью, в первую очередь, для психологической реабилитации людей с ограниченными возможностями. У нас в республике на самом деле очень много ребят с ограниченными возможностями. И многие из них занимаются спортом и как-то развивают себя. И мы сегодня провели такое мероприятие, чтобы привлечь их в спорт, привлечь их, вытащить их на улицу, и просто пообщаться, чтобы они чувствовали себя более уверенно и могли лично задать вопрос нашему чемпиону. Двое дагестанских самбистов поборются за медали чемпионата мира. Соревнования стартовали в столице Киргизии – Бишкеке. Махачкалинцы Мухтар Гамзаев и Саид Саидов выйдут на ковер в субботу. Оба самбиста представляют дисциплину «Боевое самбо». Право выступить на главном турнире этого сезона они заработали, выиграв в начале года чемпионат страны. В Киргизии российские атлеты выступят в нейтральном статусе, без флага и гимна. Всего в турнире примут участие спортсмены из 55 стран. Таковы новости к этому часу. Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин